Такого рода события происходят в нашем городе впервые. Реконструкторы воссоздали фрагмент реального боя, происходившего 4 августа у Меловой горы. Тогда, 73 года назад, войска 69 армии, переправившись через Северский Донец, начали прорыв немецкой обороны. Местом для реконструкции была выбрана площадка на улице Калинина. В реконструкции участвовало порядка 60 человек из военно-патриотических клубов Губкина, Грайварна, Старого Оскола и Воронежа. Белгород представляли активисты военно-исторического клуба «Поиск». За 20 минут бойцы смогли показать зрителям несколько эпизодов сражения. Работу минометного расчета, действия связистов, разведывательной группы. За оперотехнические эффекты отвечали специалисты МОСФИЛЬМА, а военная техника была привезена из Старого Оскола. Было очень сильное желание провести эту реконструкцию достойно, чтобы зрителям понравилось то, что мы сделали. И поэтому на самом деле наше желание сделать это хорошо и красочно, собственно, перекрыло все усилия, которые мы все три недели до этого прикладывали, чтобы подготовить площадку, собрать людей, приготовить амуницию, ну и подготовиться для предельного мероприятия, придумать сценарий в том числе. Многие из участников этой реконструкции – бойцы со стажем. Для них увлечение стало частью жизни. Работа над воссозданием именно этого боя велась чуть меньше месяца. За это время был написан сценарий, подготовлена площадка, проведены репетиции. Самый главный интерес – то, что люди не забывали, люди помнили. Подрастающее покорение, чтобы знало, как это было. Хотя бы малое представление имело, что это, как наши деды воевали, как все это переживалось. Кровью, потом, стезами. Основная задача – это воспроизвести форму, снаряжение, как это все использовалось, как одевалось, как носилось. Сама отработка сценария? Сама отработка сценария. На данный момент мы находимся, можно сказать, на историческом месте. Тут немного в стороне был прорыв гвардейских частей. Немцы держали здесь оборону. Получается, мы находимся на историческом месте. Ты становишься солдатом русским, вот этот дух русский прям захватывает. Интересно, вот как это наши деды воевали, вот как это на себе почувствовать. Физически тяжело? Очень тяжело. Бывает и морально тяжело. Морально почему? Ну, когда уже втягиваешься, ты понимаешь, что это такое было. И понимаешь, что это тяжело было. За этим уникальным зрелищем наблюдали несколько сотен человек. Долгие аплодисменты стали ярким выражением благодарности от зрителей, организаторам реконструкции. Очень рада вообще здесь находиться. В первом ряду я поставила своего сына, который вот где-то тут бегает. Сейчас подойдет и расскажет мне, что же там все-таки было, кто там кого захватил, кто в итоге победил. Это что-то, нечто, потому что до слез сделано профессионально, грамотно. А самое главное, это вот такое чувство гордости. Мы победили. Сына привел, все понравилось, все отлично. Спасибо, спасибо ребятам. Молодцы. Это не часто происходит в городе. Я, допустим, видел это первый раз. Ну, а первый раз и происходит? Да, первый раз происходит. Не захотелось поучаствовать? В принципе, можно было. С удовольствием поучаствовал. Впечатляет. Особенно самолет. Я как раз вот так вот шел. И сразу два. Я так здорово. Как заверяют организаторы реконструкции, подобные действия они планируют устраивать ежегодно в честь Дня города. Такой была первая в истории Белгорода историческая реконструкция реальных событий 73-летней давности. Прыжок во времени совершали Станислав Колесников, Павел Емелин и Дмитрий Ерема к этому часу в Белгород.